МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые значимые события в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта. Здравствуйте! В эфире программа «Говорим о главном» в студии Олеси Богданова. Каким был ноябрь 2018? Давайте вспомним самые яркие события. Начнем с события, значение которого сложно переоценить. В Щелкове открылся диализный центр «Нефромет». Он позволит пациентам с почечной недостаточностью проводить жизненно необходимую процедуру рядом с домом. Так помощь становится ближе. В Щелкове в бизнес-центре «Капитал» открывается диализный центр. Частное медицинское учреждение, которое будет оказывать государственную услугу своим пациентам, больным с почечной недостаточностью. Напомним, гемодиализ – процедура, позволяющая продлить жизнь пациентам, у которых отказали почки. При помощи аппарата «Искусственная почка» кровь очищается от токсинов и излишков жидкости. Без операции по пересадке органа процедуру гемодиализа необходимо проходить амбулаторно три раза в неделю. Надо сказать, она весьма дорогостоящая и проводится за счет государства. Тем не менее, в России обеспеченность диализом существенно отстает от европейских стран. Ситуация начала меняться с запуском на рынок медицинских услуг частных инвесторов. И только благодаря развитию государственного частного партнерства и участию в этом процессе ведущих производителей оборудования для диализа, ведущих специалистов из Европы, мы имеем возможность обеспечить, по крайней мере, в Московской области, всех нуждающихся больных. Центр «Нефромед» в Щелкове стал 42-м на территории Московской области. В ремонт и оснащение компания вложила более миллиона евро. Эти расходы не лягут на бюджет. Расходы будут компенсироваться за счет тарифа на гемодиалис, который для нашего центра, как и для других частных центров, ничем не отличается от муниципальных тарифов. Здесь имеется 14 диализных мест. При трехсменной работе это 86 человек. Если будет потребность, можно увеличивать до четырехсменной. В ближайшее время планируется перевод 40 пациентов. Насколько я знаю, 62 пациента из Щелковского района ездят в другие центры. Современный центр диализа в Щелкове повысит не только качество лечения пациентов, но и качество жизни. Им больше не нужно ездить по пробкам в мытищи и другие города для получения жизненно необходимой процедуры. Эти переезды – лишняя нагрузка на организм, отнимающая время и силы. Действительно, центр очень хороший, красивый, удобный. Телевизоры, раздевалки, комната приемной пищи. То есть все предусмотрено и все удобно. Я, например, очень этому рада, потому что я вообще близко живу. Мне даже и транспорт, в принципе, не нужен. Администрация Щелковского района поддержала открытие диализного центра «Нефромед». Как отметил Алексей Валов, разные инвесторы высказывали намерения, но ни один проект не был реализован. В том числе до сих пор не достроено здание на улице Краснознаменской, заложенное под эти цели больше двух лет назад. Мы увидели, что там идет, попросту говоря, пробуксовка запуска этого проекта. А процедура была крайне востребована на территории Щелковского района. Пришли, наверное, месяца полтора-два назад другие и сказали, вы не будете против, говорят, только за. Для меня здоровая конкуренция в плане оказания качественных медицинских услуг приведет к понижению стоимости, в том числе этих услуг. Поэтому мы дали добро на то, чтобы открылся диализный центр. Продолжаются в Щелковском районе и капитальные ремонты учреждений здравоохранения. Также проходит модернизация оборудования. Но, пожалуй, во многом успех оказания помощи зависит от самих медиков. Именно их работа востребована во все времена. Так, в ноябре на территории первой больницы было увековечено имя основателя больничного комплекса доктора медицинских наук Порфирия Кузьмина. Давайте посмотрим. Историческое мгновение! Две мемориальные доски, два напоминания о великих делах и событиях, случившихся больше века тому назад на территории современной первой больницы в Щелкове. Одна из них – доктору медицинских наук, главному врачу фабричной больницы, товарищество-манафактур Людвиг Рабенек Порфирию Ивановичу Кузьмину. Также к столетию со дня рождения Первой мировой войны была открыта мемориальная доска в память о том, что в те времена здесь находился госпиталь для солдат. Здание, в котором он располагался, было построено на 20 лет раньше, на месте деревянной больницы. На территории больничного комплекса, который местный житель называет «красной больницей», потому что главный корпус был из красного кирпича. На протяжении 40 лет работал Порфирий Иванович Кузьмин, доктор медицинских наук. Ну а сама больница и сейчас располагается на этом же месте, вот буквально за моей спиной. Без памяти нет истории, и мы должны, конечно же, сейчас как можно больше воссоздать из истории и понять, кто же все-таки из наших жителей, наших предков делал историю в Щелковском районе, в Московской области нашего края. Порфирий Ивановича назвали бы сейчас эффективным менеджером, потому что на основе маленькой больнички, которая обеспечивала, как мы услышали, фабрику, было открыто большое учебное заведение. И именно такими людьми, именно их трудами славилась и славится Щелковская земля. Увековечили в ноябре имена и двух педагогов-новаторов, которые занимались развитием системы дополнительного образования, работали именно на Щелковской земле. Две новые памятные доски Станиславу Шацкому и Ричарду Соколову теперь расположены на здании Центра творческого развития и гуманитарного образования «Романтик». В 1905 году Станислав Теофилович открыл здесь первую в России экспериментальную коммуну для детей-рабочих, которая положила начало летним лагерям по всей стране. Ричард Валентинович более 50 лет занимался и школьным, и внешкольным воспитанием. Под его руководством в нашем городе с 1968 по 1970 годы действовал подростковый клуб «Орион». Они авторы ряда научных трудов в сфере образования и воспитания и то, что в мемориальной доске висят рядом, еще и свидетельства общности взглядов педагогов. Ричард Соколов считал себя продолжателем дела Станислава Шацкого, называл себя его учеником. На открытие памятных досок приехали родные и близкие Ричарда Соколова, который ушел из жизни в этом году. Для меня это было настолько неожиданно и радостно, что в год волонтера, в год 140-летия Шацкого, в год 75-летия Ричарда Валентиновича память об этих людях не забыта. И мы живы, пока нас помнят. И здесь передается такая эстафета будущему поколению. Надо сказать, в этом году система дополнительного образования отмечает 100-летний юбилей. В Щелковском районе работает 12 учреждений дополнительного образования, которых занимается свыше 27 тысяч ребят. Подарком к празднику педагогам и ученикам стал праздничный концерт. Сохраняя и приумножая лучшие традиции отечественного дополнительного образования сегодня это одно из важнейших составляющих развития общего образовательного пространства. В этом году системе дополнительного образования России исполнилось 100 лет. За эти годы в ней происходили реформации, изменения, но лучшие традиции развития молодого поколения сегодня бережно сохраняются. Щелковский район по праву гордится системой дополнительного образования детей, потому что по статистике она одна из самых больших в Московской области, и мы этим очень гордимся. Так в районном культурном комплексе праздник столетия системы дополнительного образования отметили масштабно. Яркие номера коллективов и солистов не оставили равнодушными никого из присутствующих в зрительном зале. Мы живем ради наших детей, и когда детям говорят, что вот настоящая жизнь начинается после школы. Ну, не все так говорят, но многие. И именно после школы они бегут туда, к чему стремится их душа. Туда, где они нашли себя. И вот тут была песня про дружбу очень хорошая. И ведь педагог, кто в образовании в первую очередь становится для своего подопечного друга. Наставник и друг, учитель. Конечно, в этот день чествовали и тех, кто отдает себя целиком и полностью выбранной профессии. Благодарственными письмами и грамотами отметили руководители, преподаватели и, конечно, ветеранов дополнительного образования района. В Щелковском районе, да и вообще, наверное, во всей стране более ста лет назад задумались о том, что дополнительно ребенок должен воспитываться именно в системе. Не отдельно. Ведь, ну, были же, наверное, художники великие, которые воспитывали своих подмастерьев, потом из них художники. А должна быть целая система государства, которая воспитывает талантливых детей. Наверное, для наших детей главная задача состояться в жизни как человек, хороший человек, и как специалист. На сегодняшний день дополнительное образование востребовано играет большую роль в формировании личности ребенка, а также развитии молодого поколения в процессе выбранной деятельности. И существование его как системы в течение века говорит о многом. В первую очередь о необходимости. Учиться, как известно, никогда не поздно. Не менее увлекателен и процесс проверки знаний. Особенно, когда с момента окончания школы прошло уже много лет. В ноябре Щелковский район присоединился к международной акции «Географический диктант». В ней приняли участие свыше ста жителей нашего района разных возрастов. Насколько ты знаком с географией, историей и культурой России? Проверить свои знания в этих областях смогли тысячи человек со всего земного шара. Географический диктант, международная просветительская акция, которая вот уже четвертый год объединяет людей разных возрастов и профессий из различных уголков не только нашей страны, но и зарубежья. Германии, Кореи, Вьетнама, Аргентины, Коста-Рики и многих других. В этом году она впервые прошла и в Щелковском районе. Площадкой проведения стала школа номер 12 имени Валерия Павловича Чкалова. «Знать свою страну, знать достопримечательности своей страны, потому что я, когда домоверсию решал на сайте, безумно было интересно, потому что там есть отсылки к классическим произведениям, Пушкину, Клермонтову, которые прекрасно дали, например, Кавказ, и о чем они писали, о каких ущельях, например. Это все очень полезно знать». Вначале небольшая викторина, краткий инструктаж, а уже потом участники приступают к написанию диктанта. Проводится акция «Русским географическим обществом» одной из старейших общественных организаций. Задач диктант – объединить интересующихся географией, экологией, историей и культурой России людей со всего земного шара. «Эти знания на самом деле полезны на протяжении всей жизни. Люди иногда забывают, что живут в самой большой стране мира, и в нашей стране столько всего разного, и огромное природное разнообразие культуры, обычаи. И все это – это то, чем мы можем гордиться». «Сегодня на географическом диктанте вы откроете для себя много нового. Удачи вам! Космонавт Воскосмоса Сергей Прокопьев». В Щелковском районе географический диктант собрал более ста человек от мала до велика. В целом, акция оставила приятные впечатления. Те, кто еще не знает результат, могут посмотреть его на сайте диктант.рго.ру. Идти в ногу со временем, понимать язык своих детей и внуков. Школа компьютерной грамотности для пожилых людей шагает по району. Занятия уже несколько месяцев проходят в Щелкове. В октябре класс открылся в Монине. Ну а в ноябре постигать азы новых технологий начали пенсионеры Медвежьих озер. Учиться никогда не поздно. Именно с таким девизом на открытие компьютерного класса в библиотеку ДК Медвежьих озер пожаловала группа любознательных, которым немного за 60. Смаквин Виктор Андреевич – военный пенсионер 68 лет. С энтузиазмом принялся за обучение. Он уверен, в наше время необходимо уметь ориентироваться в виртуальном пространстве. Ведь благодаря этому можно значительно упростить себе жизнь. Через интернет сейчас можно сделать практически все. Оформить необходимые документы, получить паспорт или записаться к врачу. И не тратить при этом время в очереди. Вот мы сюда пришли позаниматься. Есть, правда, засты, которые вообще компьютеры не знают. А просто нужно действительно, нужно знать, даже в больницу не записаться без этого дела. Всего администрация Щелковского района для занятий выделила 21 компьютер. Но это еще не предел. В районе выпущено уже 4 группы по 12 человек каждая. А за год состоялось открытие уже третьего компьютерного класса. Я как глава благодарю, что нам оказала большую помощь в этой организации, ветеранская организация Московской области и Щелковского района, также администрация Щелковского района, которая выделила все компьютеры, Министерство соцзащиты. Ну и, соответственно, большое спасибо колледжу, который предоставлен преподавателям. Ученикам напомнили, что важно не только научиться самому, но и рассказать о том, как пользоваться компьютером в случае необходимости своему окружению. Ведь чем больше людей старшего возраста будет это уметь, тем лучше. Сила в сплоченности. 4 ноября жители района все вместе отметили один из главных государственных праздников – День народного единства. Праздничные мероприятия под лозунгом «Мы – единое целое» прошли в каждом поселении Щелковского района. Было организовано 18 площадок. Но, конечно, главные торжества прошли в Щелкове. Полторы тысячи человек приняли участие в танцевальном флешмобе. Люди, собравшиеся на площади Ленина, образовали контур территории нашей страны и объединились в танце. А военные, вставшие по периметру, наглядно показывали, что границы нашей Родины на замке. Флешмоб – яркое и очень популярное в последнее время явление. Массовая акция, призванная объединить незнакомых друг с другом людей, она как никакая другая отвечает идее сегодняшнего праздника. Мы – единое целое. Почувствуй себя частью огромной страны. Приходи и станцуй с нами. На этот призыв организаторов откликнулись сотни щелковцев всех возрастов. Это все важное не только для России праздник, но и для всех. Всех, кто понимает смысл его. То, что всегда мы побеждали, что-то достигали, когда мы объединялись. Делали все это вместе. Отличное настроение. Приехали из Нижнего Новгорода, но приняли участие в празднике. Обалденно все. Супер праздник. Настроение классное. Спасибо большое администрации щелковского района за такой флешмоб, за такое настроение. Поздравляем всех с праздником. С Днем народного единства. Всех жителей нашего города и нашей большой страны. В дни государственных праздников принято чествовать лучших людей. Звание почетный гражданин щелковского района присвоено главе сельского поселения Медвежьо-Озерское Владимиру Канахину. За многолетний труд в органах внутренних дел и на муниципальной службе. Труд бывает не одного человека, а друг команды. Поэтому я всегда считал, что если есть хорошая команда, то есть и показатели. Поэтому это награда всех, кто со мной всегда работал и кто работает сейчас. В том числе большое спасибо, конечно, семье моей. Праздник уже по традиции объединил людей разных возрастов и профессий, религиозных взглядов. Его главная задача показать – мы единое целое. Всего День народного единства собрало на площадках Щелковского района более 5000 человек. Одной из самых масштабных стала Гребневская усадьба. После длительного периода запустения имение генерала Бибикова переживает возрождение. Там в праздничный день были представлены показательные выступления клубов исторической реконструкции эпохи Средневековья и периода смутного времени. Развернулся гастрономический фестиваль. В большом концерте в режиме нон-стоп выступали музыкальные и танцевальные коллективы из Москвы и Дома культуры Гребнева. Так, государственный праздник в Щелковском районе получился по-настоящему народным. Подарок ко Дню народного единства оценителям искусства преподнес Щелковский историко-крывеческий музей. В рамках акции «Ночь искусств» там прошел целый ряд увлекательных мероприятий. Но, пожалуй, самым главным и долгожданным стало открытие новых выставочных залов. Помещение на третьем этаже музею передали не так давно. Концепцию нового музейного пространства разрабатывал хорошо известный в Щелковском районе архитектор Алексей Воробьев. Хотелось именно на примере пространства музея рассказать максимально о городе, в котором мы живем. Поскольку Крывеческий музей – это, в принципе, сегодня специфическое довольно-таки пространство, которое должно фактически об этом городе и рассказывать. Это экспозиционное пространство, которое состоит из нескольких частей. Постоянная экспозиция еще не сформирована, но мы точно знаем по концепции, что здесь будет. Здесь будет представлена история 20 века, связанная с историей современного Щелковского района. И зал, в котором мы сейчас находимся, зал-трансформер для выставок, временных экспозиций, для концертов, круглых столов, краеведческих конференций. Вот такой вот зал. К празднику состоялось открытие порядка 300 квадратных метров музейного пространства, которое сразу же наполнилось творчеством. На третьем этаже развернулась выставка заслуженной художницы России. Участница областных, всероссийских и международных выставок Марина Орловой «Обнимай пространство». Ее работы выставлялись в Германии, Шри-Ланке, Индии, Англии и Китае. Я и технику изучила сама, потому что батика довольно молодой вид творчества здесь, в России. Это же совершенно не российское искусство, если смотреть в корни. Для себя открыла, что у нас музей преобразился, что было очень приятно. Ну вот, зашла, пригласила подругу, маму, очень приятно. Впечатление великолепное вообще, батик, ну как бы, ну, открытие для себя сделала. О процессе работы над своими полотнами художница подробно рассказала на мастер-классе, который прошел после открытия выставки. Всего в экспозиции вошло 12 картин, выполненных техникой горячего и холодного батика, и четыре графические работы. Ознакомиться с ними можно до 5 декабря. Ну а ночь искусств на этом не закончилась. Гости смогли насладиться праздничным концертом. А в конце ноября в музее открылась выставка «Я, летчик», посвященная памяти Марины Попович. Летчик-испытателя первого класса, почетного гражданина Щелковского муниципального района. На экспозиции можно увидеть личные вещи Марины Лаврентьевой, документы и фотографии из семейного архива, а также модели самолетов, испытания которых проводила наша знаменитая землячка. Экспозиция продлится до 30 апреля. Занимательную выставку в ноябре представила и Щелковская художественная галерея. Там открылась экспозиция, посвященная 20-летию фестиваля «Душоновские маневры». Каждый год он собирает не только реконструкторов и любителей истории, но и художников. Так, на выставке представлены работы мастеров, приезжавших на пленеры в разные годы, фотографии репортеров, работавших на фестивале. В общей сложности в экспозиции представлено около 50 работ, посвященных душоновским маневрам, а также контрнаступлению Красной Армии под Москвой в декабре 1941 года. Выставка продлится в галерее до 9 декабря. Так что время насладиться творчеством еще есть. Ими гордится наша страна. Они прославляют наш район. В ноябре чествовали спортсменов, победителей и призеров соревнований международного уровня. В неформальной беседе с главой района спортсмены и их тренеры рассказали о своем непростом пути к вершинам пьедестала. Вы, конечно, честь, гордость, достоинство нашей страны. Вы представляете ее на различных аренах и мы гордимся вами. Вы выходите на международную арену, выходите на российскую арену и показываете, что в нашем щелковском районе, в нашей щелке достаточно людей, которые упорны, достойны, мужественны, сильны и добиваются тех успехов, которые добились вы. Вот они, звезды российского спорта. Каждый из них знает, чего стоит даже маленькая победа, не говоря уже о крупных соревнованиях. Благодарственные письма получили 11 чемпионов и призеров по различным видам спорта – дюдо, мини-футболу, карате, лыжным гонкам и шахматам. Благодаря своему упорству и труду, каждый из них смог добиться успехов на первенствах и кубках европейского и мирового уровней. Приятно отметить, что свою спортивную карьеру все они начинали в нашем районе. И профессиональные успехи они связывают именно с ним. У нас работают современные спортивные сооружения, где проводятся домашние тренировки. Открываются новые фойки, спортплощадки. Ребята еще раз поблагодарили своих тренеров, без которых их победы не были бы возможны. И, конечно, упорство и самоотдача на грани человеческих возможностей дают всем ребятам надежду на новые результаты. Такие события принес нам ноябрь. 2018 год подходит к завершению. В конце декабря не пропустите новый выпуск программы «Говорим о главном», в котором мы подведем итоги уходящего года. Рассказать будет о чем. С вами работала Олеся Богданова. До встречи через месяц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова